В эфире программа новости 24 часа в студии Юлия Александрова. Добрый вечер и коротко о главных темах выпуска. Стратегия внешней политики. Итоги рабочей встречи президента с министром иностранных дел. МИД Беларуси вынес на всеобщее обсуждение проект документа «Экспорт Беларуси». Куда будем наращивать поставки и по каким позициям уже лидируем? Географию поставок изучила Ольга Коршун. Смертельный обгон. В Нинском районе после лобового столкновения легковушки превратились в груды металла. С подробностями Максим Слиш. Стекло и пластик в обмен на тепло и воду. Жители Чечерска сдают вторичные ресурсы в зачет коммунальных платежей. Подробности эксперимента в материале Александра Добрьяна. Писатель и время сегодня вспоминают автор одного из главных произведений в белорусской литературе. Дмитрий Байрович с репортажем к 95-летию со дня рождения Ивана Мележа. О стратегии и тактике белорусской внешней политики говорили сегодня на встрече главы государства с министром иностранных дел. Развивать сотрудничество нужно как в западном направлении, так и на востоке с партнерами в рамках интеграционных объединений. Особая тема – союзные отношения. Руководство России как раз приняло решение о поддержке экономики нашей страны. По-прежнему актуальна работа и на Дальней Дуге, а Китай остается основным надежным союзником в Азии. О главных темах встречи расскажет Анастасия Иванникова. Экспорта ориентированная и настроенная на поиск перспективных стран-партнеров. Не единожды так говорили о Белоруссии. География дружбы с Синеокой сегодня действительно широкая. Перспективы развития экономики и внешней политики сегодня обсудили президент и министры иностранных дел нашей страны. Диверсификация – задача номер один, но забывать не стоит о партнерах традиционных. Взять, к примеру, Россию. Совсем недавно Александр Лукашенко вернулся из Олимпийского Сочи. Здесь прошли переговоры с российским президентом и премьером. Экономику Белоруссии решили поддержать. Мы в ближайшее время на совещании будем рассматривать ряд предложений. Мы решили все вопросы, особенно в ходе встреч с Дмитрием Анатольевичем, президентом России Владимиром Путиным. Мы подробнейшим образом обсудили многие проблемы. Все, что мы просили в качестве поддержки финансового отношения, по экономике, мы договорились идти вместе, выходить из этой ситуации. И президент России и премьер не только пообещали, но приняли решение о поддержке, как бы ни было служено в России, экономике Белоруссии. Готовясь уже и ко встречам союзным, в феврале пройдет Высший госсовет, в июне третий форум регионов Белоруссии и России. Впрочем, кроме сотрудничества в рамках интеграционных объединений, одно из приоритетных направлений – Восточное. И речь здесь в первую очередь о Поднебесной, как-никак первой экономикой мира. Вот и последний визит председателя КНР Сидинпина в мае прошлого года стал вторым визитом лидера Китая в нашу страну в новейшей истории. Более 20 подписанных документов и договоренность удвоить товарооборот, поиск партнеров на бизнес-форуме и привлечение китайских инвестиций в машиностроение, деревообработки, строительстве, телекоммуникациях. И важнейшая точка взаимодействия – китайско-белорусский индустриальный парк – настоящая европейская платформа нового шелкового пути. В 25 километрах от Минска работы идут полным ходом. Начато уже и строительство субпарка. Помочь профинансировать новые проекты могут и 7 миллиардов долларов китайского кредита, где три из них – это льготное кредитование, четыре – коммерческий кредит нашим банкам для финансирования бизнес-проектов. Деньги для Беларуси хорошие, но работу правительства в их освоении надо подстегнуть. Я буквально недавно получил письмо от Си Цзиньпина в курсе дела. Надо продолжать работу с Китайской Народной Республикой. Он еще раз подчеркнул факторы поддержки Беларуси, страны КНР и те 7 миллиардов долларов, которые выделены Китайской Народной Республикой для освоения в Беларуси. Их нужно осваивать. И я хотел бы, чтобы посол Китая лично на мое имя доложил о проблемах, какие у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой. Для нас это очень хорошие деньги, особенно сейчас. Мы могли бы профинансировать очень многие проекты. Евросоюз второй по значимости рынок для белорусского экспорта. Пока что наиболее развитые торгово-экономические отношения с Великобританией, Германией, Литвой, Италией, Польшей. Но перспективы есть. Я хотел бы услышать какие-то изменения у нас на западном направлении, особенно с Европейским Союзом. При этом еще раз хочу вас попросить, не обещайте то, чего мы не можем сделать. Все понимают, если мы сказали, мы сделаем. Если мы не можем делать, мы не говорим. Плюс белорусской экономики будет и сотрудничество с Международным валютным фондом. Уже с конца прошлого года говорили о том, что официальный Минск обсуждает возможность привлечения кредита МВФ на 3 миллиарда долларов сроком на 10 лет. Кредит с выгодным объемом ресурсов и хорошим процентом. Вместе с тем президент подчеркивает, вести переговоры надо с учетом наших позиций. Особо не надо, конечно, преклоняться перед МВФ, но вести переговоры с ними надо. С учетом наших позиций, с учетом того, что мы также им обещали. Еще раз хочу подчеркнуть, МВФ нам не вносит непонятное и ненужное предложение. Мы их будем реализовывать, как бы ни было сложно. Но вопрос тактики, вопрос времени. То есть мы должны исходить из своих интересов прежде всего. Но переговоры надо вести с ними. Я думаю, они поймут нашу позицию. И если пойдут на поддержку Беларуси, о которой мы запрашивали, спасибо. Не пойду, значит не пойду. Что же делать? Наладить те самые международные контакты помогают постоянные визиты главы государства и белорусских делегаций в другие страны. За прошлый год их было 333. В итоге почти 500 контрактов на сумму в 500 миллионов долларов. Удалось добиться положительного сальдо внешнеторгового баланса. На 7% удалось увеличить экспорт на новые перспективные рынки. Особенно хорошие показатели были достигнуты в тех странах, которые посетил глава государства или с руководителями которых встречался наш президент. Кстати, сегодня уже есть проект программы поддержки развития экспорта до 2020 года. Концепция несколько изменена. Цели задачи более глобальные. Таи акцент сделан на активность конкретных отраслей регионов и предприятий. Анастасия Иванникова и Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Кстати, проект программы поддержки развития экспорта до 2020 года, о котором говорила моя коллега в сюжете, пример ситуации, когда власть советуется с народом. Документ размещен на сайте Министерства иностранных дел и вынесен на общественное обсуждение. Каким образом свое мнение по этому вопросу могут высказать белорусы, расскажет Ольга Коршун. На этом предприятии досконально знают вкусы не только белорусов. В прошлом году покорили жителей Азербайджана и совсем не деликатесами, говорят, особенно по вкусу им пришлась наша вареная колбаса. Белорусскими мясными изделиями заинтересовались Китай и Иордании. Китай, конечно, тоже, он такой специфический рынок, у них свои пристрастия вкусовые, будем это учитывать. Рынки Азии, Африки и Латинской Америки входят в так называемую дальнюю дугу. Хотя многие страны этих регионов уже стали близкими партнерами Беларуси, например, Венесуэла или Китай. Наша страна экспортирует более 70% своей продукции, поэтому поиск новых рынков сбыта задача стратегическая. А проект программы «Экспорт Беларуси» Министерство иностранных дел вынесло на всеобщее обсуждение. По планам экспертов, все предприятия страны, вплоть до индивидуальных предпринимателей, смогут рассчитывать на государственную поддержку при поиске новых партнеров. Ряд белорусских предприятий уже вышли на серьезные рынки. У них есть свои представительства, есть свои торговые дома и так далее. В то же время мы сейчас думаем, как через эти торговые дома потянуть и наши негосударственные предприятия. Вторая вещь, которой мы очень сильно сейчас занимаемся, это попытки увеличения доли экспорта белорусских услуг. В месяц на этом комбинате производят более миллиона метров ткани. А среди партнеров только в прошлом году появились ЮАР, Доминикана и Австралия. Совсем недавно начали сотрудничать и с Китаем. Поднебесную отправилась первая партия льна из Орши. На все изделия экспортер наложил свой отпечаток. Если европейский покупатель тяготеет каким-то более спокойным, серо-белым тонам, то здесь была и печать, здесь были такие комплекты, которые любят у нас в стране и любит российский покупатель. Кстати, Беларусь один из мировых лидеров по производству льноволокна. Менее чем за 10 лет мы переместились с четвертой строчки на третью, опередив даже Россию. Что еще Беларусь может предложить миру? Мы в тройке лидеров и по производству третикали, опередили Польшу и вытеснили ее из тройки. А еще у нас есть клюква. Беларусь тоже в тройке лидеров по производству этого продукта. И клюква в сахаре, к примеру, может стать новым мировым брендом и новым брендом Беларуси. Одним словом, экспорт можно расширять хотя бы по этим позициям. Продвинуть свою продукцию на иностранный рынок помогут ярмарки, всевозможные презентации и бизнес-форумы. Эффективность таких встреч подтвердил, к примеру, форум регионов Беларуси и России. Итог свыше полусотни экспортных контрактов и договоренность на сотни миллионов долларов. Предполагается очень много изменений, например, институциональной структуры немного. То есть какие-то ведомства закроются, какие-то новые будут созданы. Дальше будут серьезные подвижки, например, финансирование экспортов, страхование его государство поддержит. И очень большие усилия будут направлены и надо направлять на агрессивный маркетинг. Общественное обсуждение программы продолжится до 18 февраля. Беларусы могут прислать свои предложения на электронный адрес МИДа Беларуси. Ольга Коршуна, Анастасия Бут, Петр Бутрим, телекомпания СТВ. И в продолжение темы экономической безопасности. Президент Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика. В настоящее время стоит особенно отметить работу ведомства в борьбе с коррупцией. Как отметил глава государства, в этом плане другие силовые структуры значительно отстают. Это видно и по итогам прошлого года. Кстати, тему затрагивали на итоговой коллегии Министерства внутренних дел. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул, что результативности выявления сложных коррупционных схем и соглашений, к примеру, МВД, пока недостаточно. Прежде всего, хочу отметить работу комитета госбезопасности по борьбе с коррупцией и соблюдению интересов нашей страны в сфере экономики и финансов. Я уже говорил на коллегии МВД, что другие структуры правоохранительных органов, силовых структур, значительно отстают в этом плане от комитета госбезопасности. Но давайте так откровенно, что комитет госбезопасности – это прежде всего разведка и контрразведка. Это защита конституционного строя, это ваш хлеб главный. Хотя для нас очень важна сейчас экономика. И хорошо, что вы перенесли центры тяжести на экономические вопросы. На сегодняшний день ничто нам не угрожает так серьезно нашей государственности, нашей безопасности. Но тем не менее, глазами КГБ, что у нас там происходит, опираясь на итоги прошлого года. Не только по линии разведки и контрразведки, но и по линии защиты экономической безопасности и борьбы с коррупцией. Достинуты те результаты, которые у нас сегодня есть, которые позволяют вскрыть системные проблемы в деятельности различных сфер экономики и целых отраслей. А также увидеть резервы для повышения эффективности работы экономики в том или ином направлении. Сразу несколько крупных аварий произошло сегодня утром в окрестностях столиц. На Минской кольцевой столкнулись пять машин, вызвав цепную реакцию. Подробности этого ДТП сразу после нас в программе «Столичные подробности». А в Минском районе водитель иномарки во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехала молодая семья. От удара машины превратились в груду металла. Виновник аварии погиб. Максим Слиш передает с места происшествия. Дмитрий этим утром вместе с другом ехал на рыбалку. Заметил он, как иномарка, резко выскочил на встречную. А дальше словно спецэффекты из фильма ужасов. Удар со страшной силой, скрежет металла, крики пострадавших. Пежо в воздухе развернуло и зацепило еще мою машину. Водитель, который был в Пежо, он где-то минут через пять уже, я так понял, скончался, перестал дышать. А водитель Волги, он в сознании все время находился. Иномарка двигалась в направлении Мяделя, а Волга – столица. Назвать этот участок дороги опасным нельзя. Разметка обгон не запрещает, да и деревья обзор не ограничивают. Однако этот маневр стоил водителю самого дорогого – жизни. Сосед погибшего, Сергей, приехал на место трагедии. Мужчина не сразу поверил, что друга больше нет. А главное, что могло стать причиной аварии. Ведь с этим маршрутом любитель рыбалки был знаком не один десяток лет. Давно эту трассу знают наизусть. Не знаю, как так получилось. Очень жутко. Пытаются разобраться в причинах смертельного обгона исследователи. Показания свидетелей – искореженный металл на асфальте. Пока формируют предварительную версию такой. Водитель автомобиля «Пежо», не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения для обгона попутно движущихся транспортных средств. Где на полосе встречного движения совершил столкновение с двигавшимся автомобилем «Волга». С травмами водитель автомашины «Волга» доставлен в Минскую областную клиническую больницу. Туда же и доставлена его пассажирка. 31-й километр дороги Минск-Мядель разделил и жизнь молодой семьи, в которой и мужу, и жене чуть за 30 слепящим светом фар. Резкая вспышка до спасателей, врачи, больница и жуткие воспоминания после. В Бресте пьяная бесправница пыталась уйти от ГАИ, выбив в спецмашине стекло. 22-летняя девушка управляла чужим авто, причем даже непрофессионалу было видно, за рулем явно нетрезвый водитель. Инспекторы остановили ее и посадили в машину ГАИ. Но то ли из-за страха, то ли из-за лишнего градуса, Брещанка устроила инспекторам настоящий боевик. Девушку проводили в патрульный автобомиль марки ВАЗ, посадили на заднее пассажирское сидение, для того, чтобы проследовать на медицинское освидетельствование. Она долго не думала и двумя ногами выбила заднее боковое стекло патрульного автомобиля. В отношении ее инспекторы составили два административных материала за управление транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения, а также за управление транспортным средством, не имея права управления. И снова угарный газ. В Рогачевском районе на Гомельщине погибли пенсионеры. Такова предварительная версия о внезапной смерти пожилых людей. Супруги растопили баню, но, видимо, рано прикрыли заслонку в печи. Вскоре их обоих, неподвижно сидящих на лавочке, застал сын. Они были уже мертвы. Отмечу, это уже третий трагический случай отравления угарным газом за пару недель. Тела родителей без признаков жизни обнаружил их сын, который приехал к ним на выходные из Рогачева. В воскресенье мужчина затопил в печь в помещении, приспособленном для мытья. Родители направились в это помещение, и через некоторое время сын стал беспокоиться. Он решил посмотреть, все ли с ними в порядке. В помещении для мытья мужчина обнаружил своих родителей. В Чечерске Гомельской области за коммуналку можно заплатить битым стеклом и старыми газетами. Такой эксперимент по сдаче вторсырья в небольшом райцентре прижился быстро. За год объемы заготовленного стекла, пластика и макулатуры выросли вдвое. Равно как и деньги, сэкономленные горожанами на платежировок. Александр Добриян о том, повторится ли опыт Чечерска. Мы сейчас заключаем договора с населением, можно в счет коммунальных услуг. То есть макулатуру стекло мы у вас перевешиваем. На эту сумму, что вы сдали нам макулатуру стекло, уйдет у вас в счет коммунальных услуг. Оплатить коммуналку битым стеклом и газетами в Чечерске предлагают уже почти год. Екатерина Тоут сегодня принесла в пункт приема вторсырья 4 килограмма стекла и почти 3 макулатуры. Сумма пойдет в счет оплаты коммунальных услуг. Для меня, допустим, это экономно. Или я пойду это выброшу, или это пойдет в счет оплаты коммунальных услуг. Такими темпами в месяц Екатерина сэкономит не менее 10% коммуналки. Отнести вторичные ресурсы в приемный пункт, как показывает эксперимент, дело привычки. Однако коммунальщики пошли дальше. Они готовы сами забирать отсортированный мусор по адресам. Макулатура 1200, стеклобой 900. Это помним. Владимир подписал договор с коммунальной службой, одним из первых в городе. Говорит, поначалу сортировать мусор было сложно привыкнуть. А вот дети новшества сразу приняли как норму. Эта баночка треснута, уже идут у нас в стеклянные отходы. В течение года пытаюсь сортировать свой мусор. Бумагу отдельно, стекло отдельно, пластмассовые бутылки тоже отдельно. Сэкономил около 500 тысяч. Эксперимент дал свои плоды. За минувший год жители Чечерска сдали вдвое больше вторсырья, чем за тот же 2014-й. Однако главный плюс для коммунальщиков в том, что все эти пластиковые бутылки, стекло и макулатура не попали на свалку. А значит, не нужно тратить деньги для их сортировки. В среднем в семье образуется аппаратка 30 килограмм мусорных ресурсов. Это аппаратка, эквивалент холодной воды, потребляемой этой же семьей за месяц. К сожалению, еще не все понимают и важность, и понимают, что это действительно и реально и работает. Понимание того, что копейка рубль бережет, приходит постепенно и не только в Чечерске. Ведь подобный подход был рекомендован Министерством жилищного хозяйства. Вполне возможно, совсем скоро оплата жировок полезным мусором станет в Беларуси распространенной практикой. Александр Добриян, Виталий Росбопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Приход огненной обезьяны встречают по всему миру. Красочные карнавалы и фестивали прошли не только в Поднебесной, но и в Нью-Йорке, Брюсселе и других мировых столицах. На улицы городов выбрались многочисленные драконы, обезьяны, львы и прочие персонажи китайского фольклора. В Китае лунный Новый год называют праздником весны и отмечают в течение двух недель. В полночь под удары старинного колокола небо озарил красочный салют. Жители Поднебесной верят, что шум отгоняет злых духов и приносит удачу. С праздником весны Си Диньпина и всех граждан Китая поздравил Александр Лукашенко. Книга о Владимире Мулявине «Сердцем и думами» стала победителем 55-го национального конкурса искусства книги в номинации «Триумф». Сегодня назвали лучшие белорусские издания, которые вышли в 2015 году. Награждение традиционно пройдет на международной книжной выставке. Она откроется 10 февраля в Минске. На форуме будут представлены издатели из почти 30 стран, среди которых Германия, Франция, Великобритания и США. В Белоруссии вот эта государственная поддержка позволяет во многом создавать такие знаковые проекты. Книга о Владимире Мулявине, которая отражает и нашу национальную культуру, отражает величие личности Мулявина и отражает отношения государства, общества к деятелям культуры, искусства. И сама эта книга является произведением искусства. И о народном писателе, которого невозможно забыть. Особенно его юбилей, который выпал на год культуры. В этот день, 95 лет назад, родился Иван Мелеш. Большую часть жизни он посвятил литературе. Среди множества новелл, рассказов, романов и пьест, стоит отметить, пожалуй, самое громкое произведение «Полесские хроники». Именно оно отобразило жизнь белорусских крестьян в переломный момент истории. О том, как создавалась легендарная трилогия, не только расскажет Дмитрий Боярович. Рассказ о человеке и земле. История любви и ненависти. Люди на болоте. Мележа Купаловский ставил 20 сезонов подряд, начиная с 1966 года. В то время спектакль был культовым. Закрыли постановку только из-за того, что актеры уже вышли из возраста героев. Но на сцене театра она до сих пор уже в современной обработке. Он еще раз приходил на репетиции, сидел, надирал, заувах никаких он не робил. Задавал много питаний, откуда я, кто мои батьки, чему я поступила именно в театральный институт. Судьба Ивана Мележа парадоксальна. Писатель родился в глухой деревне на Полесье. Его мать не знала грамоты, но в семье даже в голодные годы были книги. Их читали дети. Иван Павлович, кстати, был одним из восьми. В детстве, по рассказам историков, пас свиней, овец и коров. Вопреки этому, а может, благодаря, стал одним из классиков. Он стал песняром белорусского народа и белорусского края. Масштабным, глубоким, панорамным, показавшись оправды и глубокие характеры народные. Это уже спустя годы Иван Мележ, зампредсоюза писателей Белорусской ССР. Там он работал, что называется, в приемной комиссии, то есть отбирал литераторов. Кстати, поэзией и прозой молодых интересовался. Вот и Василий Зуенок в свои годы от классика получал похвальные отзывы. С Иваном Мележем я споткался дуже-дуже давно. Мележ пришел в нашу вёску своей книжкой, своей первой книжкой о Завируху. Вот наша паштарка принесла и с великой цикавостью, с задовольнением прочитал. Писатель оставил после себя множество романов, новелл, рассказов и пьес. Его полезскую трилогию перевели на три языка. Кроме театральной сцены она вышла и на экраны. Но главное, отмечают знатоки, творчество Мележа, он создал национальный эпос. Характер и героев, которых можно увидеть и сегодня в каждом из нас. Дмитрий Байрович, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. Мона Лиза с идеальным вкусом. Знаменитая джаконда Леонардо да Винчи на портрете художника-графика Олега Карповича примерила рубашку с вышиванкой. Таким образом, мастер кисти сумел совместить в картине итальянский ренессанс и белорусскую самобытность. Теперь взгляд нельзя оторвать не только от глаз женщины, но и от её костюма. Между тем, это не единственная джаконда в коллекции художника. У Олега Карповича целая серия Мона Лиз самых разных возрастов и национальностей. А что нас связывает с джакондой? И здесь очевидно же, что вот этот сам образ загадочный, женский, прекрасный. Он нас и связывает и с миром, и с Италией, и с Леонардо да Винчи. Все женщины прекрасны, как джаконды в Италии, в Германии, в Беларуси. На этом пока всё. В студии работала Юлия Александрова. Итоги понедельника мы подведём в 22.30. Я прощаюсь до этого времени. Пока желаю нескучного вам вечера.